ПЕРЕВЯЗАНЫЙ СКОЧЕМ Я думаю, что произойдет нечто такое, что уже было, когда, например, Мизулина вызывала к себе на закрытые встречи реперков, которые пели песенки с пропагандой веществ и беспорядочных половых связей. На этих встречах побывали все популярные реперки, и в том числе и инстасумка, которая после этого образ свой поменяла и стала каноничной попсовой певичкой. И в отношении Алексия, я думал, проведут подобное воспитательное мероприятие, вызовут на поклон к Мизулиной, он извинится. Блин, бать, то есть, получается, все реперы на Руси жестко задушены в плане тем, которые, типа, поднимаются в классическом американском рэпе. А, погодите, а о чем сейчас рэп вообще в России делается, если там не про наркоту и про половые связи? То есть, про что этот рэп, типа, мы там с низов поднялись, блядь, ну какая-нибудь такая хуйня. Его на пару месяцев отправят в психушку и, как дополнение, запретят выкладывать что-то в сеть на год-два. Все это я думал как максимум, либо же все вообще затихнет через пару-тройку дней. Но в итоге этим делом... Патриотичный рэп, нацистский рэп. Чё, блядь? Занялся лично глава СКР Байстрыкин и на Поднебесного завели уголовное дело по двум статьям. Уже вечером 19 августа Поднебесный сообщил, что его задержала полиция. Я подумал, что это возможно, что он хайпует и врет, но нет. Появился видос, как его с сумками ведут в отделение полиции. Задержали его прямо на вокзале. Собирался уезжать из Питера обратно в Нижний, но не получилось. На следующий день стало известно, что против... А, ебать, то есть он собирался в Нижний съебаться, и тут его поймали на вокзале, охуеть. ...возбудили уголовное дело по части 1 статьи 134 и части 1 статьи 135 УК РФ. Половое сношение с лицом, совершение развратных действий без применения насилия, совершенное в отношении лица недостигшего 16-летнего возраста. Тут же появился видос, где он взял 51 статью Конституции, отказавшись давать показания против себя. Вы подозреваете в совершении преступления, предусмотренных частью 1 статьи 134 УК РФ и частью 1 статьи 135 УК РФ. Признаете ли вы себя виновным в совершении указанных преступлений? Я отказываюсь давать показания на основной статье 155. Ну, стоит сказать, что реакция правоохранителей была молниеносной. В течение одного дня поймали и самого Поднебесного, и его 15-летнюю пассию, которая не стала его оправдывать на сей раз, а дала против него обвинительные показания. Чуть позже новостные издания сообщили, что свою вину признал и сам Поднебесный. Но даже хабаровских живодерок, несмотря на весь резонанс и огласку, а огласка была и на ютубе, и на тв, Я помню, что Камикадзе Ди этому первым дала глазку, показав в кадре вообще фотку из страницы другой девки, поначалу натравив на нее людей, потом извинялся, что перепутал ее с настоящими живодерками. Ну да ладно. На них уголовки завели спустя 4 дня, повязали только спустя месяц. Хотя тогда тряска была в разы сильнее, чем сейчас. Но, видимо, свою роль сыграло еще то, что здесь речь идет о ребенке, о том, что Поднебесный совратил несовершеннолетнюю. Вечером 19-го числа уже были сюжеты по ТВ, где Поднебесного показали во всей красе и были запечатлены все самые сочные рейджи в пару минутных сюжетах. Должен быть помощник, помощник. Это жена должна быть помощницей. Я политик. У Ленина была Крупская. У всех были помощники. Это секрет успеха. Меня предали бабы, предали бабы. Из-за этого у меня ничего нет. У Андрюши Рудова есть дырка, блядь, для ебли его жена. У всех есть, кроме меня, кроме меня. Знаете, в какой-то момент все думали, что он ироничный чувак, что он, ну, просто шутит на эти темы, что на самом деле это просто образ или что-то подобное. Казалось, что нет. Типа, он реально женщину называл дырками для ебли. И вот это вот все. То есть, типа, это была его не ироничная настоящая позиция. То есть, он реально просто хотел хоть с кем-то поебаться. И как только подкинули 15-летку, он такой, о, это что мне ебать? То есть, судя по всему, в этом не было шутки, гайз. В этом не было панчлайна. Это было просто вот так вот. У меня ничего нет. Я не знаю, как мне жить. Я не нужен никому. Ни одной пизде не нужен, блядь. Позняков ебется, блядь, с умершими, нахуй, каждый день. Я не нужен ни одной пизде, блядь. От меня только денег хотят, хайпы хотят, блядь. Нажиться на мне хотят, использовать меня хотят. А чтобы мне помочь искренне, никто абсолютно. В общем-то, я таких случаев не помню, чтобы вот так быстро всех поймали. Буквально через два дня после заведенной уголовки, Поднебесный появился в наручниках в зале суда. В СИЗО, во время того, как меня конвалируют, меня угрожают в убийстве, другие стаканы в интервью заключенные. Второй день, я слышу все угрозы. Что вы говорите? Говорят, что убьют меня. Вы представляете, что вы меня? Девушка представила, взрослые трёхлетние. Я узнал о том, что ей 15 лет за два дня до ареста. Я узнал, что ей 15 лет за два дня до ареста. Ну, к сожалению, такая хуйня не прокатывает. За что закатывает? Даже если он не врёт? Ну, такие понятия преступные. Они не разбираются вообще под всяким делом. В то же время вы, СМИ, накручиваете их против меня. Устраняете педоистерию. Чел литерально выебал 15-летку, лапал её за грудь в публичном месте, сосался где ни попадя. И такой, вы разгоняете педоистерию. Типа, чел, окей, если бы тебе было 18. Ладно. Тебе 46. 46! Чел, тебе 46! Бл***ь, какому хуй, о чём ты думал? Это главное, что страны тебя развивают из-за литературы. Это такие стандарты в обществе. Извращённые, двуличные. Это двуличие и лицемерие общества. То есть, серьёзно, я читал какие-то переписки. Он, когда он к 14-летке какой-то клеился. Ему говорили, ей 14, она боится. И он такой, мне похуй, я молодо выгляжу. Она должна, ну типа, она бы дала мне секс, но вы её, типа, настроили против меня. Guys, я не знаю, то есть, ну, я не могу. Я присям в своё желание, не могу ему сочувствовать. Который работает против меня. А движение в целом больше, что вы делаете? Движение в целом полностью не существует. Мне даже воды некому передать. Вот у меня в дальнейшем желчный пузырь мне нужно в день пить полтора-два литра воды. У меня воды вчера была, это у нас два стаканчика. Воды, всё. У меня нет никакой помощи. Что характерно, судьёй по делу Поднебесного назначили мужика. В итоге Поднебесного отправили в СИЗО на два месяца. И Поднебесный назвал... Решение суда смертным приговором. Нашли ли ему адвоката, я сомневаюсь. Я так понял, некому было подсуетиться за столь короткий сур... Бля, я чё-то... То ли в его телеге читал, то ли ещё где-то, что... Ему, типа, угрожали сокайберники. Это шо, ёбнут его или что-то такое. Короче, ну, типа там вот за эти два дня, когда с тех пор его арестовали. Ебать. Нет, то, что смертный приговор, да. Ну, типа, в телеге там было расписано, почему смертный приговор. Его отправят. Ездить тысячу километров из Нижнего мало кто будет. Так что вся вселенная сопротивляется помощи Алексею. Кстати, да, Поднебесного мало того, что лишили свободы, ещё и из МИД-колледжа кикнуть теперь. Три года жизни в никуда. Это, наверное, меньше из проблем. А я полностью знаю, чтобы мои дочери ебались со всеми. И давали всем, блядь. Вернёмся к делам прошлых лет. В 21-м году Поднебесного уже пытались привлечь, но за высказывание против женщин. На него даже жалобы писали его одногруппницы по МИД-колледжу. Там тоже история с этим колледжем мутная. Кто-то говорит, что он там якобы к девкам подходил, секс предлагал и от него шарахались. Но это так. Слухи и не более. Это всё ничем не подтверждено. Психушку его забрали по обвинениям в распространении ненависти к женщинам в постах. Из психушки он вышел спустя три недели благодаря тому, что его вытащила тогдашняя жена Лерка. Она собирала донуты на стримах на адвокатов, выходила на пикеты и тому подобное. Позор карательной психиатрии. Свобода Алексея Поднебесного. Особная. Бля, у него была такая хорошая версия, что с ним происходило. Это что он был там каким-то политическим активистом, до этого полицейским, который увидел, насколько коррумпирована система. А после этого он там что-то ещё... Там типа психушки лежал, потом разочаровался в женщинах, там что-то ещё, типа его сломала жизнь. Ну, блядь, в итоге, к сожалению... А спустя год он её пизданул по голове чайником, и до рукоприкладства дошло в ходе конфликта. В результате у Валерии... Он свою же бывшую жену пизданул по башке чайника. ...и остался синяк на руке, фото которого она прикрепляла в качестве доказательств. Цитата. Ты меня избил до синяков, накинулся с кулаками и хотел чайника в голову разбить. После этого и началась кампания под названием Лера, вернись. А Лерка пообещала, что посадит своего непутёвого мужа в тюрячку. За то, что он с ней так плохо поступил. Сегодня разводимся с педобесным. Я не буду такой комментировать. Он пришёл разводиться весь щетинистый, небритый, седой. Ты сатанистка. Такой же страшный стал. Это ты страшная. Хорошо, что сегодня развод. Я зато духовно чистый. Сейчас же она написала... Сука. ...в своём ТГ. Цитата. Рады ли я, что Поднебесный сядет? Если коротко, то нет. Похоже, что всё серьёзно, и отъедет он надолго. Бля, вы видели эту хуйню, то, что его жена принесла ему 30 килограмм соли? Сесть это очень страшно. Трудно признавать, но никакой радости это событие у меня на данный момент не вызывает. Однако я считаю, что он... Там, насколько я понял, есть какой-то лимит передачи, который можно принести за месяц тому, кто сидит. И, ну, там, типа, принести воды, там вот это всё, ну, типа, самое необходимое. И она, короче, принесла 30 килограмм соли, чтобы, типа, ему никто ничего не смог передать. Ебать, это самое-самое жестокое, что вообще можно было сделать. Это просто 30 килограмм соли, нахуй. Вот, но, опять же, дальше сказали то, что он может отказаться от посылки. И, по сути, типа, ну, и вроде как это просто пранк был, но это просто везде разлетелось. Он сам во всём виноват и должен понести ответственность. Ему не должно сойти с рук, в том числе и то, как он со мной поступал во время... Ну, да, да, понятно, типа, она прикольнулась. Ну, она там достала какое-то количество соли, все поверили в эту хуйню. ...нашей совместной жизни. Я очень долго добивалась для него наказания. И пусть он сядет совсем не за это, но я считаю сложившуюся ситуацию последствиями его действий в прошлом. Буду считать, что справедливость восторжествовала. Конец цитаты. Но кто же раскопал информацию про эту малолетку Арину? Ведь ни у кого не возникало никаких сомнений в том, что эта девка, запечатлённая на видосах у Поднебесного, которую он к себе в ТГ-канал выкладывал, никто и не думал, что она несовершеннолетняя. Тут, как обычно, зарешал рандом и случайность. Этим воп... Да, блядь, по ней очевидно, что она несовершеннолетняя, чел. Она низкая, она тупа... Ну, ладно, тут сложно. Но я имею в виду... Блядь, почему паспорт не проверил? ...спросом занималась некая любимая Настя, которая уже разоблачала Поднебесного и... То есть он реально поверил, что ей 23? Его странные наклонности. Совсем недавно, в конце апреля, в руки попала переписка Поднебесного с какой-то малолетней девкой. Его пытались вразумить, чтобы он прекратил с ней общаться. Читаю. Пишет Алексей. Что вы, Аня, написали мгази? Иди пиши ей, что это всё ложь про меня. Пусть меня разбанит. Ответ. Пересланное сообщение от малолетней избранницы. У меня папа даже младше. Вопросы какие ещё? Ты реально хочешь, чтобы тебя Мизулина посадила? Ответ Алексея. Я выгляжу молодо. Он понимает, что, типа, одна эта переписка, то, что он, блядь, докапывается до 14-летней, чтобы с ней поебаться, это уже ебать. Это за это уже можно сажать, блядь. Это уже, типа, максимально педофильское поведение. Ответ. Ей 14, ей страшно. Она не готова, понимаешь? Если чё, ну, если вы пытаетесь совращать малолетнего, если вы когда-нибудь подумайте даже об этом, то, если что, это также, ну, блядь, это совращение. Даже просто в чате, блядь. Она ОГЭ ещё не сдала. Алексей пишет. Вы её настроили, мне нужен кекс, она единственная, кто ответила, вы мрази. Ответ. Ты её хочешь реально посвятить в свою жизнь? Показать канал и другую сторону взрослой жизни? Она уже вчера всё поняла. Ищи себе 18-й левел. Ты публичный человек. Очнись. Ответ. Ты сама шлюха и светишь сиськами. Конец цитаты. Короче, обломали Лёшку, не дали с 14-летней замутить. А он же хотел как раз с 14-летней. И в своём посте эта некая Настя рассказывает, каким образом разоблачила малолетку Арину, которая засадила вождя на нары. Вообще, первый раз, когда я увидела её страницу в ВК, я на неё не зашла. Это было примерно в 5-7 числах августа. Войсы были у меня с первого дня существования. 4 августа я тогда просто кринжанула и всё. Дальше в целом мне было пох, я думал, что ей 23. Я не собирала папочку. В пятницу, 16 августа, я опубликовала скриншот с вопросом «А в школу когда?» из-под постика девочки в комментариях у Леры под постом со ссылкой. Далее я чё-то прихуела, но пошла старым дедовским методом добывать инфу. Всё это время я надеялась, что я просто заблуждаюсь. Примерно в 21.00 у меня уже были все пруфы, папочка была собрана быстро. Цель поста – не дискредитировать девочку или Лёху Шиза. Не испортить вам колтент или чё-то такое. Ни с кем из групп хейтеров не работала, я просто сидела в этом вашем нижнем интернете. Ранее у нас были конфликты с Лёхой на почве несовершеннолетних девочек, но я думала, он хоть немного головой думает. Как я и писала ранее, меня крайне раздражает, что в нижнем интернете персонажи не дают себе... Знаете, что самое смешное? Небесный не особо-то и зарабатывал на своей славе. То есть то, что его знали в интернете, его-то знали, но он с этого вообще денег не получал практически. То есть какие-то нищие донаты на стримах, что-то там куда-то он приезжал в города, может быть, его там картошкой фри угостили, не знаю, там, может быть, пивом или чипсами, и на этом всё. То есть, может быть, да, его там на какую-то студию звали, там, не знаю, к Стасу ездил, не знаю, платили ему или нет, к другим там блогерам что-то он захаживал, но по факту он, ну, блядь, он со своей славой имел ноль нахуй. ...отчёт в том, что они публичные люди, их колтен... То есть он думал, что ему хотя бы благодаря этой славе перепадёт с какой-нибудь тёлкой. ...специфичный, но и им нужно следить за словами и репутацией, как, собственно, и любым блогерам. Теперь понятно, что не только за словами. Лечите горящие яйца и думайте, карлики. Все, кто обиделись, не обижайтесь. Есть только один виновник торжества. Конец цитаты. Вообще я не люблю инцелов, блядь. Инцелов надо запретить, это экстремистское движение, нахуй, инцелы. Они не любят женщин, ненавидят, блядь, женщин. Сука. Короче, просиди 10 лет, как Казума Кирию, потом выйдет в совершенно другом мире. Когда уже вас запретят, нахуй, заебали. После ареста Поднебесного много людей повылазило с обвинениями фемофашизма и педоистерии в отношении мужиков. Да, она же Шаболда, сама залезла на него, целовать начала. Ну да, на уголовному кодексу похуй, кто там что сделал. По закону Лешка совратил малолитку. И даже переписка на тему Кекса, это уже развратные действия. Ролики тесака, хотя... Вы думаете, что не выйдет? Но он же может, он же может просто в камере пояснить пацанам, что он не знал, сколько девушке лет. И они, скорее всего, все поймут и не будут с ними ничего делать. Я под... Мне кажется, что вы просто пессимисты. Вы желаете ему сразу плохого. А у него все еще... Эй, да, ему пизда. Или 134-ю, 135-е статьи УК РФ, освежите в памяти. Также, так называемые вагинокапиталистки тоже страдают от всевидящего ока государства. Я за пару минут нашел несколько случаев уголовок на училок, которые совращали учеников. Вот, например, учительница из Астрахани подозревается в том, что занималась кексом с девятиклассником. Возбуждено уголовное дело. Вот еще пример. 28-летняя училка из Волгоградской области в феврале 16-го года склонила 15-летку к кексу. Родители узнали об этом и сообщили в полицию. На училку возбудили уголовку. Ей дали условку и запретили работать училкой на три года. Еще случай. 26-летняя училка из Челябы кексилась с 15-леткой. Ее задержали. Напоследок еще. Ленобласть, 25-летняя девка, совратила 11-летнего пацанчика. Ей грозит до 20 лет колонии. И это так. Я просто первые ссылки пооткрывал про училок. А сколько таких случаев, я в целом хз, думаю, много. Да и нужно понимать, что мужики не заявляют о насилии над собой. Еще и со стороны девки. Даже о кексе со шкильниками заявляли родаки шкильников, когда узнавали об этом. Самих шкильников, видимо, устраивало, что с ними шпехается Милфа после уроков. А как же так? Он же уже созрел. Почему училок-то судят? Ну короче, кто понял, тот понял. А вот этих любителей пооправдывать связи с малолетками ничего не переубедит. Ну вот, я против этого. Я с этим борюсь, нахуй. Буду бороться. Блядь, ну, как я уже говорил, почему-то за права девочек малолетних, там, 14-13 лет ебаться, почему-то за их вот эти вот права постоянно борются самые мерзкие старые хуйсосы на свете, которые даже, блядь, которым, если с ребенком гуляешь, стараешься обходить за два квартала, блядь. Почему-то вот их эта несправедливость всегда больше всех не устраивает. Ну и да, самое важное. Это то, что многие, как и я, про гоны Поднебесного, про энергии, что согласно тантризму, девки. И вот эти аргументы, типа, там, тёлке 13 лет уже начинают ебаться, и, типа, поэтому их можно... Типа, чел, если 13-летняя, там, с 14-летним что-то там, окей, это, блядь, типа, ну, они пиздюки, там, похуй вообще, я не их родитель. Тебе 46 лет, блядь, как это тебя-то, как это к тебе-то, блядь, относятся, долбоёб. Всё это мы воспринимали как шутку. Но сейчас становится понятно, что под личинами рассуждений об энергиях, графиках и божественных гёрл, он маскировал свои реальные желания и взгляды. Он, как бывший прокурор, знает, чем грозит ему пропаганда ебли с малолитками. Поэтому он излишне уделял... Но он же молодо выглядит. ...как, кстати, ну, нет, на свой возраст... 46 лет он действительно молодо выглядит. Ну, блядь, скажем так, что его лицо не преисполнено каким-то разумом. ...было со школами полдэнс или гимнастикой и фигурным катанием. Что, это не меня привлекают несовершеннолетние девки и их промежности, от чего у меня болят потом яйца, а это всё фемуфашизм, полуголые провокаторши на коньках, танцуют специально, чтобы лишить нос кекса и заставить фапать. Вот, например, прямая речь Сабжа. Вот посмотрите, как она раздвинула свои ножки. Посмотрите на её промежность. Там писечка, посмотрите. Вдуть хочешь туда, наверное, да? Ну, то есть вот что, какой подсознательный посыл несёт демонстрация вот этого шоу. Оно должно быть запрещено. Но не потому, что я против... А, это когда он пытался запретить шоу с девочками, что-то там в каких-то купальниках они были, и он говорил, что его это возбуждает, это должно быть запрещено. Бля, чёл даже не скрывал. Демонтан даже не скрывал эту хуйню. Это шоу не потому, что там, у меня вообще пофиг. Было бы, если бы мне добавили секс, если бы у меня гарантированно был секс, а его нет. Поэтому пока общество... Ты видишь ребёнка в купальнике, поднебесный видит то, что его провоцируют. Не, обеспечит мужчинам гарантированный секс. При первом же возбуждении должен быть гарантированный секс. До тех пор этого порно-шоу быть не должно. Это геноцид мужчин. Это возбудим и не дадим. Это самое худшее зло. Это фашизм. Это феминно-фашизм. Возбудим и не дадим? Чел. Там девочкам по 6 лет... Чел, блядь. Посмотрите, как Фемки защищают яростно свои права показывать нам свои промежности. Фемки написали на меня сотню жалоб за то, что я выступал против гиперсексуализации девочек. А он, наверное, думал, что им тоже 23 года. Спортен. За то, что я выступаю против порно-шоу этого. У меня удалили все записи, которые я описал по этому поводу. И мне угрожают закрыть все мои группы Антифеминистский Левый Фронт Инцел, где я публикую посты против вот этого порно-шоу. То есть смотрите, что происходит. Я просто называю вещи своими именами. Вот здесь вы видите на экране картинку. Я говорю, девочка показывает свои гениталии. И меня за это банят. Мне говорят, нет, нельзя говорить, что ты видишь на картинке. Смотри, но не говори, что ты видишь. Ну, то есть все вот эти картинки, это что? Нет, чел, люди просто видят там детей. Как дети на пляже или где-то еще. Тебя, может быть, дети на пляже тоже провоцируют. Ты на них там смотришь, просишь их прикрыться. Я не знаю, бля. Что за хуйня? Показывает свои гениталии. Девочка показывает свои стройные ножки, между которыми, которые она разводит, эти ножки, и между которыми все знают, что находятся. А мне говорят, нельзя этого говорить, нельзя это писать, нельзя это путать интервью. Это запрещено. Можно только смотреть и иметь в подсознании. То есть смотрите, они хотят, чтобы мы напрямую в подсознание нам вот эти сексуализированные образы вставлять, чтобы мы бежали сразу драчить, чтобы мы даже не вирбализировали наличие... ...драч... ...проблемы. Чтобы мы не знали, как бороться с этой проблемой. То есть смотрите, насколько это гнусное, циничное, фашистское уничтожение мужчин, когда нас заставляют это смотреть и запрещают даже описывать своими словами, что мы видим на этой картинке. Мы видим, что девочка расставила ляжки, развела ноги и демонстрирует нам свои гениталии. Вот что мы видим. Вот что видит наш мозг. Это порно-шоу. Это призыв заняться анонизмом. И это должно быть запрещено. Почему они якобы выступают за запрет порнографии и при этом напрямую в мозг нам транслируют эту порнографию? Потому что цель феминизма, цель современного режима это уничтожение мужчин, это геноцид мужчин. А уничтожение мужчин ведется через истощение нашей сексуальной энергии. Смотрите, какой парадокс для глупых людей, не умеющих строить причинные связи дольше одного звена. Они считают, о, ну здорово же, смотрите, письки, сиськи. Мы же мужики, давайте будем смотреть на это. Вот вчера я ходил вечером в магазин, у нас там сделали благоустройство и сделали такую площадку, воркаут, как они это называют, там всякие эти брусья там, дурники. И мягкое покрытие сделали, мягкое покрытие. И там бабы пришли, человек, 10 баб, молодых, все вот так раздеты в обтягивающих этих своих подштейниках, обтягивающих, положили туда коврики и выгибаются там, выгибаются. Это не спорт, они занимаются там это, чем они, как это называется, фитнесом, то есть они шопками там изгибаются. Знаете, короче, сериал «Пацаны», там был спин-офф, это что-то там «Поколение В», и там был персонаж реально вот этот вот, типа Тэг Найт, у которого, короче, была опухоль в мозгу, на себе они показывают, тфу-тфу-тфу. Вот, и, короче, он видел дырку, он просто шел ее ебать сразу, то есть, типа, там дупло в дереве, он дерево начинал ебать, у него просто, типа, он озабоченный был, пиздец. И да, и в четвертом сезоне тоже был, тут та же самая хуйня, походу. Ой, 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 вот я быстро-быстрей прошел, чтобы не смотреть на эту хуйню. В 10 метрах стоят пьяненькие мужички с бутылочками пива, стоят, пивко пьют, и смотрят на них и, это, языком-то, о, смотрите, о, как выгнулось, о, смотрите, там, как жарко, там, о, как там жарко. Стоят и это, вот. Но, возможно, у этих мужиков просто дома есть жена, вполне возможно, у них дома есть жена, и они придут и трахнут жену. Но представим, что это не целые, вполне возможно, что половина из них не целая. И они просто придут домой и будут просто дрочить. Они просто будут дрочить. То есть, во-первых, пока они стоят, у них произошла уже выработка половых гормонов, которые стали канцерогенными. Я ваши донаты позже прочитаю, Пока у меня мысли есть, я расскажу сначала, что я думаю. У них уже канцерогенный удар, они уже стоят, у них хуи уже стоят. У них пристательная железа уже начала работать. Если они немедленно не трахнут этих баб, перенапряжение пристательной железы приведет к простатиту, крайней импотенции, они будут просто импотентными скоро. А канцерогенный удар приведет к раку пристательной железы. Чел, ты пробовал дрочить просто на порнуху в интернете? Я не знаю, типа... Блядь, я не знаю. Возможно, и хорошо, что люди за 40 становятся импотентами. Вот чего добились эти бабы, которые в полуголом виде в общественном месте Ну, короче говоря, мужички в обтягивающих футболках в регби это тоже гиперсексуализация. Мужички тоже, кстати, выступают даже в художественной гимнастике в таких же костюмах, как и женщины. Регби или балет. И в других состязаниях мужички в открытых костюмах. И хуй с того. Как говорится, у кого что болит. Кто-то смотрит на спорт, а кто-то на промежности. Но идем дальше. Вот, например, Лоша переслал из Дайвинчика к себе в ТГ-канал сообщение от какой-то 10-летней девки с подписью «Ищу паренька на ночь». Это типа такое обоснование, что в 10 лет девки уже половозрелые? К чему это хрен его знает? Или вот. В Африке мужчине платят за то, чтобы он спал с детьми. Или еще. Рассуждение Поднебесного о том, как 11-летняя девка сосала члены. Цитата Алексея. «У какого-то чурки был кекс. Два раза ему дала 23-летняя алкашка. 11-летняя сосала член. Более чем 15 парням говорила, что любит кексы сосать. Вот так мы дожили до времени, когда то, что у кого-то пару раз был кекс, стало сенсацией. Ему все завидуют, а в сексуальность детей вообще не верят. Хотя Фрейд об этом писал 150 лет назад. Общество не помнит и не знает, что такое кекс. Копирайтеры, которые пишут об этих новостях, не знают, как это интерпретировать. «У меня нет кекса 3 месяца. Эта девка дала два раза таджику». Все так возбудились по этому поводу, потому что у большинства нет кекса. У каждого, кто читает эту новость, только одна мысль. Почему ему, а не мне? Поэтому они так хотят наказать этого таджика. И с завистью, что у него хотя бы два раза был кекс. А у нас нет. Конец цитаты. Короче говоря, вы поняли. 11-летник склонять кексу и дальнейшее наказание происходит не из-за нарушений УК, а потому что ему просто все завидуют. Какой он альфач. Но мечты и фиксация Алексея на теме малолиток становятся очевидны вот тут. Цитата. «Алексей из чата психологической помощи. 23-й год. С 14 лет половое созревание нужен регулярный кекс и обмен энергией. Все признаки застоя энергии от недавания кекса». Или вот еще цитата. 13 марта, 23-й год. «Я был бы сейчас суперменом, был человеком из стали, летал бы по воздуху и спасал мир, если бы в 14 или 15 лет мне давали кекс. Но меня лишили всего и отняли. Ну и на засыпку. Март, 21-й год. Лан, буду спать. Кекса не видать с 15-летней герл. Конец цитаты». Бля... Ну типа вот... Это... Ну это буквально... Бля... Комедия какая-то. Я не знаю. Это шоу Бенни Хилл, блядь. Или как это. Директед бай этот... Сука. Блядь, сука. Какого хуя это было 3 года назад? 3 года. 3,5 года назад он придрёк. Он придрёк, что не видал. А в итоге, блядь, сука. Награду нашла победителя. А чё? Мама! 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 Мама, 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 мама! Ударил на угу и больно! Ну вот у вселенной чувство юмора присутствует. он познал 15-летнюю girl и сразу же попал в тюрьму как он говорил для него это глаз ценой всего в жизни познать малолетку я не вижу хотя бы 16 лет не трахнуть вот это моя высшая качественная цель если мне удастся трахнуть хотя бы 16 летнюю я считаю что моя жизнь хотя бы наконец-то будет завершена вот как цель моя жизнь будет обретена более высшей цели не вижу это это гораздо более высшей цель чем там не надо в космос летать так что вселенная исполнила его желание как говорится пусть все будут счастливы не пацаны это педа истерия бегу подписывать петицию свободу поднебесному а прикиньте поднебесный на зоне станет авторитетом и построить свою криминальную педоимперию если конечно сокамерники его поймут но он им все объяснит я думаю он им распишет почему это педа истерия и почему его несправедливая жестокий строй так сказать несправедливый строй российский его посадил